Всем добрый день! Мы продолжаем с вами серию по интеграции Google Classroom с другими сервисами. И на этот раз мы с вами рассмотрим сервис SetPuzzle. Это сервис, с помощью которого вы можете создавать интерактивные видео. Давайте посмотрим пример. Вот у нас идет видео, потом где такие вот марочки, у нас появляются сразу же тестовые вопросы, либо открытого типа. Отмечаем, нажимаем Submit, и мы видим то, что мы ответили правильно. Идем дальше, к примеру. Следующий маркер точно так же вы смотрите, отметили. И таким вот образом пусть создаете интерактивные видео. И теперь мы с вами посмотрим, как можно будет ее интегрировать. Так, сейчас мы зайдем в свой аккаунт на AdPuzzle. И вот здесь вот у нас есть наше видео, которое мы с вами создавали. Но для начала давайте синхронизируем Google Classroom с нашим аккаунтом AdPuzzle. Естественно, мы зашли через наш Google аккаунт. Окей, переходим в My Classes. Здесь можно будет создать свои классы. Ну, не интегрируя с Google Classroom, но нам нужна интеграция. Кликаем на соответствующую иконку. Так, да, здесь у нас все ознакомлено. Нажимаем на Continue. Так, требует авторизации. Авторизуемся. Даем разрешение на все. То есть, чтобы он отправлял ссылки и добавлял оценки. Так, ну вот у меня здесь физика восьмой класс. Чисто тестовая. Нажимаем на Import. Так, и все. Вот мы видим, да, у нас физик восьмой класс. Здесь у нас никаких пока assignment заданий нету. Так, и Students. Вот нам показывает, у нас есть один студент. Так, окей. Теперь давайте перейдем на контент. Вот было наше задание. И давайте его назначим на наш Google Class. Для этого нажимаем Assign. Так, сегодня начинается до, скажем... Пускай будет до конца недели. Нажимаем Save. Выбираем, вот у нас класс. Физика восьмой класс. Окей. И нажимаем на Assign. А, нет, подождите. Надо же будет опубликовать в ленте. Да, пускай тоже опубликуется. И нажимаем на Assign. Так, мы видим то, что у нас ученик пока ничего не ответил. Так, давайте перейдем в наш Google Class. Так, перезагрузим. Да, вот мы добавили задание с помощью этого пазла. Видим, назначено одному. Пока еще никто не сдал. Так, давайте быстренько зайдем через ученика. Так, где у нас задание? Add Puzzle. Переходим. Так как я зашел до этого Incognito, он бы меня не пускал на авторизацию. Поэтому я вот зашел с оперы. Окей. Нажимаем на Sign in with Google. Это, конечно же, должен будет сделать ваш ученик. То есть, можете ему объяснить, что вы должны зайти с таким же Google аккаунтом и на Add Puzzle. Да, все, он зарегистрировался. Давайте здесь. Да, здесь нам теперь пропустить нельзя. То есть, заблокируем, скорее всего, то есть, если вы хотите, чтобы ученики вам внимательно смотрели, да, можно эту функцию включить. Но я выключил, чтобы здесь вот... Так, где мы? А, в опере. Быстренько пройти. Один вопрос я ответил. Давайте ответим на другой вопрос. Ну, пускай будет неправильно. И продавим. И продавим. А все. А здесь вот так. Это пазл. И можем, в принципе, его отметить как выполненное. Отмечаем. Так, вернемся к преподавателю. Давайте перезагрузим нашу страничку. И вот здесь мы видим то, что он просмотрел всего 10%. 50 из 100 набрал. Далее здесь, чтобы уже наши оценки появились в Google классе, мы нажимаем на Export Grades to LMS. Я нажал. И теперь смотрим так. А вот здесь вот. Видим то, что 50 из 100 уже автоматически этот пазл у нас синхронизировался. То есть при помощи данного сервиса, очень такой замечательный сервис для интерактивности. То есть ученики, чтобы не просто смотрели видео, а уже как бы шло формативное, формирующее оценивание, можно использовать ее, что очень удобно. Не нужно создавать 1000 аккаунтов, 1000 классов то здесь, то там. То есть можно сделать вот такую простую синхронизацию с Google Classroom. Окей. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok